Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о типичных ошибках начинающего, но иногда и не только начинающего винодела. Собирала я эти ошибки, скажем так, с некоторых сайтов, с так называемыми рецептами приготовления домашнего вина. Собирала я эти ошибки из ваших вопросов, запросов, комментариев, которые были в прошлом винодельческом сезоне. Итак, начнем. Первое. Эту ошибку, скажем так, я взяла на одном из популярных сайтов с различными рецептами, в том числе и с рецептами приготовления вина. Хотя я вам уже как-то рассказывала, что рецептов приготовления вина, но это в принципе неправильно. У вина есть технологии, рецептов как таковых нет и быть не может. Почему? Оставлю ссылку на то видео, чтобы вы посмотрели, те, кто не видел. Значит, первое, скажем так, совет, рекомендации виноград помыть. Так вот, виноград не моют перед приготовлением вина. На самой виноградной кожице сосредоточено множество различных микроорганизмов, в том числе и нужных для брожения, поэтому виноград не моют. Особенно если мы собираемся забраживать на диких дрожжах. Ну что, если мы его помоем, во-первых, у нас попадает вода про воду чуть позже, либо как-то думать, как эти ягоды просушить. Во-вторых, мы часть вот этой микрофлоры смываем, и затем изображивание может быть сложнее. В то же время, я считаю, что есть случаи, когда все-таки может и стоит помыть виноград. Когда? Когда мы используем покупной виноград. Мы не знаем, как его везли, мы не знаем, как его хранили, мы не знаем, чем его обрабатывали. И поэтому, если вы его помоете, это будет даже хорошо. Тоже в прошлом году у кого-то встречало комментарии, что купленный виноград очень сильно пах серый. То есть при мытье, вполне вероятно, мы часть этой серы сможем смыть. Но в таком случае, значит, если мы моем, значит, нам нужна либо дрожжевая закваска, которую мы делаем сами, либо культурные дрожжи, которые мы добавляем. Потому что помыть и поставить заквашиваться не совсем хорошо. Почему? Я уже сказала. Итак, пункт номер два – это добавление воды и сахара. Скажем так, в классическом рецепте, который тиражируется копирайтерами на многих вот этих популярных сайтах и сборников рецептов, это на 10 литров сусла добавить 2 литра воды и 1 кг сахара. Для чего это делается, непонятно. Но я нашла еще лучшую рекомендацию, когда рекомендуют виноградный сок, виноградное сусло, разводить водой 1 к 1 и добавлять 200 г сахара на литр. Тоже для чего это делается, непонятно. Но автор указывает, что для того, чтобы вино не превратилось в уксус, надо делать вот это. Большего бреда, наверное, придумать сложно. Потому что добавление воды и сахара ни в коей мере не связано с дальнейшим превращением вино в уксус. Про этот миф, наверное, по виноделию мы поговорим еще как-нибудь отдельно, если будет такая возможность. Так вот, из видео в видео, посвященном виноделию, я повторяю одну и ту же вещь. Что хорошему винограду, хорошему материалу для вина не требуется ни вода, ни сахар. Потому что хороший виноград, он обладает своими хорошими, правильными параметрами сахара. Хороший виноград обладает своими хорошими параметрами кислотности. И добавлять что-либо в такое сусло нет абсолютно никакой необходимости. Одно из пояснений, которое я нашла, почему вот это надо делать, чтобы вино не было слишком тяжелым. Что имеется в виду под тяжестью вина, ну, к сожалению, я не совсем понимаю. Если там от него болит голова, то, может, стоит подумать о количестве. Если это вино, например, слишком терпкое, слишком терпкое, так оно насыщенное, то вот эта терпость и насыщенность регулируются временем выдержки на мязге. Но разводить как бы смысла не имеет. Хотя есть случаи, когда разбавление водой и добавление сахара может быть логичным и оправданным. Я отдельно поговорю про это тоже в другом видео, расскажу, какие могут быть варианты, скажу только кратко. Значит, вода это самый простой способ уменьшения кислотности. Если у нас очень много кислоты в винограде, как, например, в винограде, забыла, когда вот аж прям щипет язык, щипет щеки, вот в таком случае можно разводить раз. Добавление сахара, когда может быть оправдано, если изначально сахаристость винограда, она низкая. Ну, по какой-то причине он не совсем дозрел, а мы бы хотели, чтобы вино обладало определенной крепостью, потому что крепость зависит именно от параметров, от процента сахара, содержащегося в ягоде и виноградном соке. Соответственно, в таком случае, да, можно добавлять сахар в строго определенных пропорциях, в зависимости от того, какими параметрами обладают ваши ягоды и ваш виноградный сок. Следующая такая ошибка, это слишком долгая выдержка на мезге. Опять же, она следует из каких-то рецептов. Ну, возвращаемся к предыдущему пункту, к тяжелому вину. То есть, бывает, что все подавили, и вот этот виноградный сок, сусло на шкурках держат очень-очень долго. Не всегда это оправдано. Вообще, оптимум это 8-10 дней, затем уже многие параметры снижаются. Есть, конечно, например, кахетинская технология, когда это все выдерживается очень долго. Но, опять же, это определенные технологии. И некоторые, например, виноград, некоторые сорта, они вообще не подразумевают долгую выдержку на мезге. И тогда, да, получается, может вино получаться невкусным, может оно получаться тяжелым, слишком таким терпким, ну, который пить неприятно. Поэтому слишком долгая выдержка на мезге, она абсолютно не нужна. То есть, повторюсь, оптимум порядка 8-10 дней. Тоже подробно, подробно все вот эти вот параметры, для чего это делается, вообще выдерживается на мезге сроки. Будем разговаривать отдельно, потому что иначе, ну, видео будет очень-очень длинным. Следующая ошибка – это не совсем правильное понимание процесса брожения. И часто здесь, скажем так, виновником будет перчатка, которая используется в качестве гидрозатвора. Дело в том, что микроорганизмы, которые развиваются в вине, они развиваются по определенным принципам. Сначала они развиваются очень-очень бурно, идут вверх, потом они выходят, их развитие на плато, на прямую линию, ну, и затем уже идет снижение. Соответственно, о чем мы судим, насколько бурно и интенсивно идет брожение? По выделению углекислого газа. И если мы используем перчатку резиновую в качестве затвора, то мы знаем, что в первые дни перчатка такая надутая у нас, и как правило, это нормальное явление, потому что, напомним, наши микроорганизмы размножаются сначала бурно, потом уже выходят на плато и постепенно снижаются. И, соответственно, брожение, оно как бы имеет две стадии – бурное брожение и потом более тихое, более замедленное. И перчатка не всегда показывает вот это вот более замедленное брожение. Она опускается, вам кажется, что все, брожение остановилось, надо срочно что-то делать. И из этого вытекает следующая ошибка. Мы сыпем в этот момент сахар. Что происходит? У нас, например, изначально было сахара очень-очень много. И дрожжи. И в этот момент может получиться так, что мы насыпали сахара столько, что дрожжи уже просто не могут там нормально развиваться. Может быть, брожение уже закончилось, в принципе, дрожжи выработали свои возможности, добрали нужный процент спирта и дальше не могут. А мы все сыпем, сыпем сахар и чего-то от них хотим. Может быть, брожение продолжается и ничего с ним делать вообще не надо. Вот в прошлом году это, наверное, был самый такой распространенный вопрос. То есть перчатка опустилась. Используйте нормальные гидрозатворы. Либо наблюдайте, то есть со временем, первые дни перчатка будет сильно надута, и вы в ней делаете дырочки в пальцах, чтобы углекислый газ выходил. Значит, в дальнейшем, через несколько дней, когда перчатка начинает опускаться, возьмите другую целую, натяните ее просто поплотнее, чтобы вы видели вот это вот движение углекислого газа. Ну, а вообще лучше всего гидрозатвор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Я тоже под этим роликом оставлю вам видео, где я рассказываю про различные приспособления для приготовления вина. Там будет сейчас просто нет под руками. Еще почему вот это вот непонимание процесса брожения может, почему это ошибка и почему это плохо. Часто бывает, что наоборот. То есть либо мы суетимся, да, и начинаем предпринимать какие-то неправильные действия, не понимая вообще, что стало причиной вот этой остановки брожения. Либо мы считаем, что все, вино наше отбродило. Мы его быстренько с осадка сняли, разлили, например, по бутылкам или по банкам трехлитровым, закатали и спрятали. А вино могло не добродить. Процесс просто замедлился. И потом при определенных условиях микроорганизмы начинают опять активно развиваться, брожение возобновляется. И что происходит? Банки могут рваться, из бутылок могут вылетать пробки, ну и все остальное. Поэтому важно понимать, остановилось брожение или нет. И в этом плане самое удобное, это нормальный гидрозатвор, когда вы четко понимаете, все-таки остановился процесс, либо еще идет. Следующая ошибка, о которой я уже упомянула, это при остановке брожения сыпать сахар. Потому что, напомню, у нас разные параметры изначально сусла, разная сахаристость изначально. И может быть сахара уже достаточно, и ваши вот эти добавления могут превратить просто в сахарный сироп. При том, что рекомендуют, например, засыпать первый раз условно 300 грамм на литр сахара, потом еще 200 грамм на литр сахара, на литр сусла. И получается невероятное количество этого сахара, в котором дрожжи просто не могут больше выжить. И они спердали, а дальше сахара остается очень много. И убрать его будет слишком сложно, а вообще, в принципе, невозможно. Только разведением какими-то более кислыми суслами, либо соками, либо еще чем-то. Следующая ошибка – это неправильное измерение крепости. Многие знают, что есть такой прибор, который называется виномер. Иногда он может называться виномер-сахаромер. Это вот такой вот поплавочек. Здесь две шкалы. Он может быть такой, может быть более профессиональный побольше. Но мы говорим именно о таком типе приборов, насколько он точный, не столь важный. Значит, две шкалы. Процент сахара, я уже не буду сильно приближать. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Значит, процент сахара с одной стороны, процент спирта с другой. На самом деле, вот эта штука, она меряет только сахар. Спирт она померяет только, если мы разместим ее в чистом растворе спирта. Ну, в чистом спиртовом растворе без содержания сахара. Тогда, да, она покажет спирт. Иначе она покажет уровень сахара. Показываю, чтобы было более наглядно. В стакане залита чистая вода. Ну, вода из-под крана, там могут быть какие-то соли. Поэтому, видите, он мне показывает даже, что там якобы есть сахар. Да? Смотрим, сколько. Где-то 4. Развернем в другую сторону. Видите, сколько у меня показывает спирта. Хотя спирта там нет, это чистая вода. Ну, теперь мы берем, я достану поплавочек. Насыплю сюда сахарку. Ну, я думаю, что двух ложек нам будет достаточно. Сейчас размешаем. Вот, смотрите, я добавила сахар. Видите, уровень поднялся. Но я уже не стала сыпать много. Как раз еще докручивается поплавочек, да, и четко видно. Вы видите, сахар опять, а спирта в районе 9. Даже где-то 9,5 там выходит по шкале. Если бы сахара оставалось больше или было бы больше, он был бы выше. И вы бы видели, например, 20 сахара и при этом только 3 спирта. Хотя спирта там, помним, здесь вообще нет. А он мне что показывает? Где-то 10,5 спирта там нет. Это всего лишь сладкая вода. Поэтому вот эта штучка, она вам показывает только сахар. Если вы его много насыпали, даже при том, что у вас там была нормальная крепость, можете проверить, как говорится, если мне не верите, можете сами проверить. Возьмите полусладкое магазинное вино. Там есть параметр спирта. И поставьте туда эту штучку. Сразу все станет наглядно. Потому что вы будете видеть, например, вот столько сахара или еще больше. И что, разве там спирта совсем нет? То есть, повторюсь, вот этот прибор вам показывает только уровень сахара и ничего больше. И измерить крепость вина в домашних условиях. Ну, там есть способы выпаривания, взвешивания. Ну, это крайне сложно. Я не знаю тех бытовых приборов, которые бы измерили крепость при наличии сахара. Если сахара уже нету, он выбродил полностью. Тогда да, тогда вы сможете измерить крепость. Мы в прошлом году тоже писали, есть такой приборчик, я не помню, как называется, стеклянный, ну, такой, как рюмочка. Что вот можно им измерить. Точно так же он вам покажет точную цифру спирта только тогда, когда в сусле вине не будет абсолютно сахара. Если там есть сахар, будут погрешности. И вот эта штука вам показывает только сахар. Поэтому для того, чтобы понять, сколько ваше вино набрало крепости, вы должны знать изначальные параметры сахара, которые были. Ну, и, например, потом вы замерили, смотрите, сколько осталось. И, исходя из этого, по формуле рассчитывайте, сколько же спирта в вашем вине. Следующая ошибка – это преждевременное снятие с осадка. Мы знаем, наше вино бродит, постепенно образуется осадок. И сначала это может быть, мы подумали, что уже брожение закончилось, сняли с осадка. А в некоторых интернет-рекомендациях можно найти, что там чуть ли не каждую неделю или каждые две недели обязательно надо снимать вино с осадка. В осадке находятся дрожжи. И не мертвые, они там еще находятся живые. Если вы снимаете с осадка, прежде чем процесс брожения полностью остановился, вы очень сильно уменьшаете содержание вот этих самых дрожжей. И в прошлом винодельческом сезоне у меня была масса запросов на то, что брожение остановилось, и я потом уже спрашивала, с осадка снимали? Да, снимал с осадка, следуя чьим-то рекомендациям. Поэтому не надо этого делать. Пока не остановилось брожение, ничего делать не нужно, не мешайте. Все эти возражения, что вино от этого станет горьким, у него будет плохой вкус, да специально есть технологии, когда вино выдерживают на осадке. Шампанские виноматериалы специально выдерживают на осадке. Тут уже в какой момент снимать, конечно, решать вам. Вы смотрите, что у вас получается, как оно по вкусу и так далее. Но не спешите. Не надо вот это ни через неделю, ни через две. Пока брожение не остановится, ничего не надо с вином делать. Потому что, напомню, уменьшается очень сильное количество дрожжей. Единственное, когда это можно сделать, это для того, чтобы процесс брожения замедлить, либо даже остановить. Вот тогда, да, это можно сделать. Более того, есть специальная технология. Так производят асти спуманта, когда сусло бродит, оно бродит медленно, и как только скорость брожения начинает подниматься, его снимает с осадка, потом опять смотрят, как оно забражит, опять начинает снимать с осадка. То есть это определенная технология. Называется она биологическое азотопонижение для определенных типов вин. Но для всех вин это не подходит. Поэтому не спешите следовать этому совету. И, наверное, последняя ошибка, это слишком ранний розлив в бутылках. Чем он может быть чреват? Если наше вино недобродило, ввиду того, что я перечислила вам, вы его укупорили или закатали, или еще что-то, слишком рано, не дождавшись определенного времени. Ну, а потом, соответственно, все рвется. Если там просто будет газаться, ничего страшного. Если вы открываете свое вино, из него начинают подниматься пузырьки углекислого газа, ничего страшного в этом нет. Это хорошее вино, его смело можно пить. Ну, а, конечно, когда порвутся крышки, порвется посуда, ну да, тогда жалко. Плюс, смотрите, есть брожение спиртовое, есть брожение яблочно-молочное. Оно может проходить долго, оно может проходить медленно. И в таком случае тоже, если вы слишком рано укупорите, процесс может идти медленно развиваться. Ну, а потом точно так же рвать посуду. Даже у меня в прошлом году, ну, такая была не кокущая зима, ни холода, ничего. И одна партия чуть-чуть недобродила и стояла у меня в большой вот этой 20-литровой бутыли, закрытой, закрученной такой специальной пластиковой крышкой капроновой, знаете, о чем я говорю. И представьте, что вот давление было такое, что оно порвало эту пробку. Я потом смотрю, что-то не то, а пробка вот прям по верху так пошел, все, она треснула. И вот тут самое, наверное, важное качество винодела, о котором я тоже не раз говорила, это выдержка, выдержка самого винодела. То есть не спешите, убедитесь, что все прошло. Лучше ли немножко больше подержите тот же гидрозатвор. И уже когда видите, что да, процессы остановились, тогда можно будет разливать по бутылям. Тогда можно будет разливать там по бутылкам, либо по какой-то другой таре и укупоривать. Но только когда вы точно будете понимать, что уже точно все закончилось. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите, с вами не задавайте вопросы. Как всегда под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на другие полезные видео. И ссылка на каталог наших сортов винограда. Ну а вам я желаю, чтобы винодельческий сезон прошел хорошо. Напомню, что все будет. Ждем, когда наконец созреет наш виноград. И по каждому этапу мы еще дополнительно пройдемся со всеми подробностями, со всеми нюансами. Так что нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И до новых встреч!